Возможно ли такое, что НАСА убило жизнь на Марсе? Этот вопрос мы подробно обсудим сегодня в видео. А вы знаете, что НАСА выложила у себя на сайте странные звуки Марса. Я бы даже сказал, что они даже немного жутковатые, но, впрочем, вы все услышите сегодня сами. Удивительно, но то, что произошло 50 лет назад, опять всплыло в информационном поле. Так что с этой миссией не так? В 1975 году на Марс запустили два космических аппарата. Викинг-1 был запущен в августе, а Викинг-2 в сентябре этого же года. Спустя год эти аппараты уже вышли на орбиту Марса. Каждый аппарат состоял из двух частей – искусственного спутника и автоматической марсианской станции. Когда было определено место посадки, сначала орбитальные аппараты сделали фото этих мест, а затем отделились посадочные модули для спуска на поверхность. Кстати, благодаря фото НАСА избежали ошибку и, увидев слишком каменистую почву, изменили место посадки. Викинг-2 был посажен на Марс спустя полтора месяца от своего собрата. Возможно, вы слышали про знаменитое «лицо на Марсе». Так вот, оно было снято аппаратом Викинг-1. А вообще, эта миссия очень помогла ученым. Были впервые в истории сделаны цветные снимки высокого качества поверхности планеты. За всю миссию на Землю было отправлено более 57 тысяч изображений. Были проведены анализы почвы на содержание химических элементов. Было дано много полезных сведений насчет погоды на Марсе. А также проведен анализ атмосферы. И были сняты с орбиты следы ветровой и водной эрозии, что подтверждало предположение существования рек и озер на планете в далеком прошлом. После огромного числа фантастики про приключения марсиан хочется верить, что это правда. И, естественно, одной из задач миссии Викинг было найти жизнь, пусть и примитивную, в виде микроорганизмов. Только вот в чем проблема. А правильные ли методы избрали ученые? Ну, представьте себе такую ситуацию. Инопланетянин размером с Солнце решил проверить, есть ли жизнь на Земле. Он для этого берет пинцетом многоэтажный дом с людьми и кидает его в океан. Потом этот дом перекладывает в прибор и наблюдает за тем, образуются ли продукты жизнедеятельности. Убеждается, что никого в живых нет, значит и жизни на Земле тоже нет. Звучит глупо, не правда ли? Вот и до ученых спустя почти 50 лет стало доходить, что они слегка затупили, когда искали жизнь на Марсе. На эту тему на симпозиуме высказался профессор планетарной обитаемости и астробиологии Дирк Шульц-Макух. Он сказал, что результаты исследования миссии Викинг были очень запутанными. Например, эксперименты с меченым высвобождением, в котором проверялся органический синтез, изначально были положительными. То есть эти эксперименты указывали на существование жизни. Также были обнаружены следовые количества хлорированной органики, которые также указывают на жизнь. Но ученые в те времена решили, что это остатки отмоющих средств, которыми обрабатывалось оборудование для стерилизации. Но последующие исследования других миссий подтвердили, что это была не ошибка. Уже доказано, что органические соединения действительно существуют на Марсе. Но самое важное – эксперименты могли убить жизнь. Известно, что Марс больше похож на пустыню с гиперзасушливым климатом. Но в экспериментах настойчиво добавляли воду, считая, что это повысит активность микроорганизмов. Получилась глупая ситуация, подобная той, что я привел в начале с океаном. Исследования в пустыне Атакама, которая находится на севере Чили, показали подобную ситуацию. В этой пустыне были обнаружены микроорганизмы, которые приспособились к засушливой среде. Они брали влагу из воздуха во время туманов. На Марсе тоже были зафиксированы периодические туманы. В 2017 году ученые взяли пробы из трех лагун, подтопленных из-за дождей, которых не было в этих местах последние 500 лет. Исследования показали, что погибло около 80% видов бактерий, которые не смогли приспособиться к влажной среде. Другими словами, они просто утонули. Естественно, ученые провели аналогию с Марсом. Они также сделали предположение, что опыты, сделанные аппаратами Викинг, просто могли убить исследуемую жизнь. Ведь в экспериментах они не только затапливали водой образцы, но еще и нагревали доземных температур. Исследовать Марс земными мерками. Странно, что ученые тех лет не могли изначально додуматься, что это довольно серьезная ошибка. Намного чаще можно услышать про фото и видео с Марса. Но звуки позволяют более глубоко погрузиться в атмосферу далекого мира, не похожего на земной. Учитывая то, что скорость звука на Марсе составляет 240 метров в секунду, что существенно меньше земного. На Земле при подобной температуре скорость звука будет 340 метров в секунду. Из-за этого громкость будет тише. Кроме того, на 96% марсианская атмосфера состоит из углекислого газа. Это означает, что поглощаются высокочастотные звуки, и на большие расстояния могут распространяться только низкочастотные звуки. На сайте НАСА есть подборка интересных звуков с марсохода Perseverance и его помощника летающего дрова. Конечно, там есть и ничем не примечательные звуки, такие как звук воздушного компрессора MOXIE, нагнетающего воздух. Но есть и более интересные звуки. Ровер впервые в истории записал звук марсианского пылевого дьявола. Напоминаю, что на Марсе звуки слышны тише, чем на Земле. Также не менее интересным будет услышать марсианский вертолет Ingenuity, звуки которого записал марсоход на свой микрофон SuperCam. Когда Perseverance проезжал через часть кратера Езера, то также записал звуки этого события. А акустическая запись лазерных ударов по каменной мишени совсем не похожа на те, что мы привыкли слышать в фильмах. На ней слышны звуки 30 ударов. Некоторые из них немного громче, а некоторые тише. Вариации интенсивности звукотрезка представляют информацию о физической структуре мишени, такой как ее относительная твердость или наличие атмосферостойких покрытий. Цель находилась примерно на расстоянии 3,1 метра. А как может звучать ветер на Марсе? Чтобы мы не гадали, НАСА выложило и такую запись. Это было сделано 22 февраля 2021 года, после развертывания мачты марсохода. Конечно, на слух сложно определить силу ветра. Ведь наш мозг привык анализировать это в земных условиях. А на Марсе даже ураган будет звучать не так угрожающе, как на Земле. А вот такой звук... ...был слышен на борту космического корабля во время путешествия аппарата между планетами. НАСА тогда проверяла камеры и микрофоны прямо во время путешествия на Марс. Можете послушать и представить себя летящими в этом аппарате. Но сотрудники НАСА пошли дальше и решили продемонстрировать, как бы звучали привычные нам звуки, если бы была жизнь на Марсе. Кстати, ученые считают, что жизнь на Марсе возможно возобновить, изменив состав атмосферы. Даже есть проекты, как это можно сделать. Потому можем представить, что находимся в будущем, когда люди смогли оживить Марс и послушать, как это будет. Для сравнения, на сайте можно послушать земной вариант и марсианский. Вот такой берем за основу звук птиц на фоне шума города на Земле. А вот так будет звучать то же самое на Марсе. Честно сказать, немного жутковатое впечатление. Здесь практически не слышно птиц, так как на Марсе сегодня высокие звуки распространяются плохо. Но если будет изменена атмосфера в будущем, то и звуки станут более приближенными к земным. А вы как считаете? Напишите в комментариях свое мнение. А вот земные звуки океана. Но как это будет звучать на Марсе? Что-то опять жутковато получилось. А вы как считаете? А вот так звучит обычное выступление в зале на Земле. Но представьте себе, как бы звучало марсианское выступление в Конгрессе или на суде. На мой взгляд, эти звуки позволяют расширить представление о Марсе. Марс – одна из самых загадочных и привлекательных планет Солнечной системы. Сегодня мы знаем его как красную пустыню с тонкой атмосферой, холодным климатом и маленькими ледяными спутниками. Но было ли это всегда так? Каким был Марс миллиарды лет назад, когда он еще не потерял свое магнитное поле и воду? И могла ли на нем существовать жизнь? Все больше исследований показывает, что изначально Марс был совсем не таким, каким мы видим его сейчас. Еще 2 миллиарда лет назад на этой планете была вода и совсем другая атмосфера, похожая на земную. Средняя годовая температура была около плюс 18 градусов по Цельсию. То есть вполне себе пригодная для жизни. Самый интересный и спорный вопрос, который возникает при изучении древнего Марса – это вопрос о том, могла ли на нем существовать жизнь. Ученые до сих пор не нашли однозначного ответа на этот вопрос. Но есть много косвенных доказательств, которые подтверждают эту возможность. Например, на Марсе обнаружены органические молекулы, такие как метан, формальдегид и бензол, которые являются строительными блоками жизни. Также найдены глинистые минералы, которые могут служить катализаторами для химических реакций, необходимых для образования живых клеток. Кроме того, на этой планете есть следы древних гидротермальных источников, которые могут предоставлять тепло и энергию для жизни. И, наконец, на Марсе есть места, где могли существовать условия, похожие на те, в которых появилась жизнь на Земле, такие как соленые озера, ледяные поля и подземные аквиферы. Находки метеоритов с Марса также указывают на то, что вполне вероятно на Марсе жизнь существовала. Так могли ли люди прилетать на Землю с Марса? Не обязательно марсианам развиваться до такого уровня, чтобы иметь возможность построить космический корабль и прилететь на Землю. Достаточно, чтобы метеорит с Марса с фрагментами ДНК или с живыми организмами попал на Землю. Этот процесс называется панспермия. Из-за того, что начиная с 60-х годов прошлого века, ученые начали обнаруживать в некоторых метеоритах структуры, напоминающие отпечатки одноклеточных организмов, а также находили в их составе сложные органические молекулы. Так, в 2001 году, вероятно, в результате взрыва метеорита, в атмосфере на юге индийского штата Кирала наблюдались необычные осадки, известные как красный дождь. В ноябре того же года уполномоченные правительством Индии отдел науки и технологий CESS и TBGRI сообщили, что красный дождь в Кирале был вызван спорами широко распространенных в этом регионе эпифитных зеленых водорослей, относящихся к роду трентефолия, которые часто являются симбионтами лишайников. В 2006 году в ходе миссии Deep Impact были получены данные, свидетельствующие о наличии в коментном веществе воды и простых органических соединений. Сторонники теории панспермии считают, что эти данные указывают на кометы как на одного из возможных носителей жизни во Вселенной. Если на Марсе действительно была жизнь, то что же с ней случилось? Почему Марс превратился из зеленой и влажной планеты в красную и сухую пустыню? Ученые считают, что причиной этого стало исчезновение магнитного поля Марса около 4 миллиардов лет назад. Без магнитного поля Марс стал уязвим для солнечного ветра, который постепенно выдувал атмосферу и воду с планеты. Это привело к снижению давления и температуры на поверхности, а также к потере глобального гидрологического цикла. В результате Марс стал засыхать, охлаждаться и окисляться, что изменило его цвет и химический состав. Жизнь, если она там была, либо вымерла, либо укрылась в недрах планеты, где могли сохраниться благоприятные условия. В общем говоря, Марс – это планета, которая не перестает удивлять и привлекать человечество. С древних времен люди наблюдали за ним на небе, пытались понять его природу и связь с Землей. Современная наука открыла много новых фактов о Марсе, но также оставила много загадок и вопросов. Эта планета вызывает интерес и воображение, а также стимулирует исследования и искусство. Марс – это планета, которая может стать новым домом для человечества в будущем, если мы сможем преодолеть трудности и риски, связанные с его освоением. Ведь известно, что в далеком будущем Солнце начнет увеличиваться и уничтожит Землю, в то время, когда на Марсе будет, наоборот, тепло и безопасно. Красная планета может раскрыть нам секреты происхождения жизни во Вселенной, если мы сможем найти ее следы на его поверхности или даже под ней. Марс – планета, которая ждет нас, а мы готовы к этому. На мой взгляд, мечтатели и романтики двигают прогресс. Когда-то давно такими авантюристами были мореплаватели. Сегодня же наш океан для открытий – это бескрайний космос. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И до встречи в следующих. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok